Медицинские учреждения региона продолжают модернизировать оборудование. Например, в областной клинической больнице сегодня используют современную рентген-ангиографическую установку. Она позволяет провести диагностические исследования и лечебные вмешательства на сердечно-сосудистой системе пациентов без открытого хирургического вмешательства, а манипулируя в просвете пораженного сосуда микроскопическими инструментами. Проблема лишь в том, что установка в больнице в единственном числе. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Одна из последних новинок медицинского оборудования – рентген-ангиографическая установка. Врачам областной клинической больницы она значительно упростила диагностику и лечение пациентов. Рентгеновские лучи в сочетании с введением рентгеноконтрастного раствора позволяют визуализировать все отделы сердечно-сосудистой системы. На мониторы ангиографической установки выводится изображение пораженного участка сосуда. Тут же проводится точный компьютерный расчет параметров поражения. На этом диагностический этап завершен. Теперь врач-рентгенохирург готов немедленно приступить к лечебной процедуре. Когда эти процедуры выполнялись открытым образом, когда это для них нужен был большой наркоз, куча случаев, персонал, анестезиолог, трансфузиолог, большой разрез, длительный наркоз, длительные послеоперационные лечения, связанные с самой травматичностью процедуры, сейчас вот это оборудование позволяет это делать все мини-инвазивно, как-то сейчас говорят, через мелкие проколы, соответствующие, так сказать, доступы артериальные и венозные. Проблема в том, что такая установка существует в единственном экземпляре и была получена четыре года назад в рамках национального проекта модернизации здравоохранения. В год на ней выполняют около 1300 диагностических и лечебных процедур. В таком ритме один год жизни установки идет за два, ведь работа не прекращается практически ни на минуту. Если в больнице не появится вторая рентген-ангиографическая установка, имеющееся на сегодняшний день оборудование быстро исчерпает свои технические ресурсы и придет в негодность. А это означает, что все региональные и федеральные программы по лечению пациентов с острой и хронической сердечно-сосудистой и церебровоскулярной патологией в региональном сосудистом центре придется приостановить. В отделении лучевой диагностики номер два также выполняется большое количество исследований на современной диагностической аппаратуре – магнитно-резонансном и компьютерном томографах. При поломке одного из них возникают существенные трудности с прохождением потока больных, потому необходимо приобрести для стационара еще несколько томографов. Поток больных здесь очень большой и, если честно, конечно, одного такого томографа нам мало для стационара, поскольку если бы исследование и полчаса, и тяжелый пациент, если мы вводим контраст и так далее, это может и до часа, а в это время, естественно, мы должны посмотреть, были бы еще кого-то. Дополнительное оборудование требуется во многие отделения областной клинической больницы, так как поток пациентов идет со всех районов области, необходимо, чтобы каждая из установок была представлена хотя бы двумя единицами.